В конференц-зале Химкинской областной больницы собрались десятки человек, кто несет круглосуточную вахту в стационарах и поликлиниках, обеспечивает ежеминутный уход за пациентами. Сказать им спасибо за охрану здоровья граждан и тяжелый труд, поздравить с международным днем медицинской сестры, приехала глава химок Дмитрий Волошин. Это колоссальный труд. Вы правая рука врача. И мое мнение, что вся работа основная, она на вас, капельницы, перевязки, уколы. Порой у медсестры не бывает даже ни минуты времени, чтобы просто продохнуть. Колоссальный нет с ними труд. С праздником вас, дорогие наши любимые медсестры. Мы все видим, все знаем. Безумно, всем и всем. Дмитрий Волошин вручил благодарственные письма от имени губернатора Московской области и от себя лично. В свою очередь медработники поблагодарили главу за помощь, которую оказывала администрация города врачам в период пандемии. Было тяжело. Не знали, как будем выходить из этого положения. Спасибо, что мы работаем в комфортных, уютных условиях наших новых поликлиников. По окончании торжественной части глава химок отправился в прививочный кабинет. После проверки температуры и измерения давления ввели первую дозу вакцины «Спутник Ви». Как вы себя чувствуете после проверки? Замечательно себя чувствую. Делать обязательно. Я думаю, что все те, кто еще не сделал вакцину, ее необходимо сделать. Даже те, кто болел, антитела падают. Необходимо за этим в обязательном порядке следить, ходить к врачу, консультироваться и к этому серьезно очень относиться. Я думаю, что здоровье – это самое важное, что есть у человека. По словам главного врача Химкинской областной больницы, есть опасность возникновения третьей волны коронавирусной инфекции. Поэтому только вакцинация позволит вернуться к прежнему образу жизни. То, что делают наши медицинские работники, врачи, медсестры, санитарки, мы лечим заболевших. Но остановить пандемию коронавируса можем только все вместе, а именно сформировав коллективный иммунитет. Поэтому вся важность вакцинации вот на примере Дмитрия Владимировича, на примере наших руководителей, на примере нашего президента. На сегодняшний день в округе работает 15 пунктов вакцинации. Дмитрия Владимировича